Здравствуйте, уважаемые родители! Сегодня мы проводим очередное и последнее занятие по теме мелкая моторика. И вернемся немножечко к более старшим детям, потому что есть еще несколько движений, несколько элементов, которые я хотел вам рассказать. Но вот одно из... Ну, многие упражнения, вы, скажем, знаете, надо ребенку уже в более старшем возрасте, там 6-7 лет, может быть, даже кому-то чуть раньше, использовать различные средства, которые, ну, везде есть, они общедоступны. Это и аппликации, это и пазлы, это и лего, это и конструкторы различные. Вот. Интересно сразу приучать ребенка к созданию каких-то красивых композиций, которые можно... Ну, стимул должен быть, да, которые можно подарить, которые можно сделать какому-то празднику, который доставит радость близким. На самом деле дети совершенно неравнодушны, они очень любят доставлять радость любимым людям. Поэтому, вот, скажем, да, такой вот подарок, сделанный руками ребенка, он должен вызывать вот всеобщий восторг и стимулировать этим самым продолжение этих занятий. Вот. Значит, ну, кроме того, скажем, детям более маленьким, когда вы приучаете этих детей к работе, то, скажем, с бумагой, можно начинать с изучения форм бумаги, то есть дать возможность смять, порвать там на всякие разные кусочки, вот, сделать из этой бумаги что-то такое вот типа какого-то вот, как с пластилина какого-то кома, какой-то вот что-то надорвать, что-то. В общем, короче, дать возможность раскрыться полностью творчеству ребенка. Вот. Для этого, может быть, какие-то книжки, которые вот так вот не рвутся, которые можно листать, крутить, вот, и так далее. Значит, кроме этого, работа с мелкой моторикой может быть тоже достаточно оригинально. Дать возможность ребенку, скажем, работать с крышками. Открывать и закрывать банки, крышки, да, с резьбой которой, навинчивать, накручивать. Это очень хорошая тренировка. Значит, очень хорошая тренировка, это, скажем, перебирание каких-то круг, ну, например, там смешали что-то, пуговиц, да, попросили ребенка разложить, там, скажем, большие в одну сторону, более мелкие в другую сторону и так далее. Очень хороший тренажер. Тренероз за него как раз развивающий мелкую моторику, как это странно не прозвучит, но это очень интересно. Это прищепки бельевые. Старайтесь дать ребенку возможность поиграть с прищепками, ну, не просто поиграть, а прицеплять их на любое место. Ну, начните, допустим, там, со своего носа, предположим, или со своего пальца, вот, и порадуйтесь тому, что ребенок смог это делать. Вот, то есть, само нажимание, как прищепка работает, да, он должен нажать, да, конкретно прицепить к конкретному месту, то есть, это точность движения, и потом отцепить. То есть, пальцы работают великолепно, а поскольку прищепок должно быть много, и прицеплять ее можно на любые места, и получать при этом, так сказать, очень интересные последствия этого дела, это очень развлекательно. Ну, единственное, чтобы щепки лучше бы были, чтобы были деревянными, потому что даже если ребенок там возьмет их в рот и разгрызет, большой беды не будет, с пластмассой хуже в этом плане, вот. Ну, тем не менее, вот эта игра очень интересна. Теперь мы с вами поговорим о той помощи, которую вы должны давать ребенку для развития мелкомоторики. Значит, очень хороший стимулятор мелкомоторики – это массаж кистей, массаж рук. Благотворно влияет на развитие мелкомоторики, на укрепление мышц пальцев и кистей, и на снижение тонуса в пальцах и мышцах, да, довольно часто, особенно у детей, имеющих какие-то родовые повреждения, происходит спазмирование или повышение тонуса пальцев и кистей, пальчики не полноценно работают, они где-то сжаты, они напряжены, вот, и ребенку трудно осуществлять движение, связанное с мелкомоторикой. Поэтому массаж в этом плане очень хорошо работает. Итак, значит, как это делать? Значит, первое, смотрите, значит, давайте мы с вами определимся сначала во времени, в технике, в правилах этого массажа. Значит, во-первых, массажные движения кистей всегда делаются от кончиков пальцев к предплечью, то есть движение идет, да, от пальчиков к предплечью до сих пор. Вот так это осуществляется. Это раз. Второе. Продолжительность массажа общего, полностью на руку, не должно быть более пяти минут. Дальше мышцы начинают уставать у ребенка, и вместо пользы вы получаете вред. Дальше. Массаж делается лучше через день, но можно каждый день, и сеансы должны быть до месяца. Оптимальный вариант вы делаете месяц, потом делаете две недели перерыв, и потом можно снова начинать делать эти массажные движения. Значит, по большому счету вы увидели, что время у вас это занимает немного, но польза от этого колоссальная. И что еще, собственно, опыта могу добавить, это то, что лучше осуществлять эти вот упражнения в одно и то же время суток. Но выберите, скажем, время, когда вы практически всегда можете посвятить эту ребенку, и, скажем, для того, чтобы не ребенка беспокоить, и вы могли бы уже постоянно делать это в течение, скажем, 30 дней. Значит, ну, такие общие правила для массажа, это руки должны быть, конечно, чистыми, ногти должны быть подстриженными, и на руках ваших, не давая в период осуществления массажа, не должно быть никаких украшений, будете, можете оцарапать, поэтому кольца, браслеты и прочие там всякие ваши украшения вы снимаете и работаете с ребенком, вот так, как я сказал, регулярно и так далее. Значит, дополнительно во время массажа вы не добавляете практически ничего. Чаще всего массаж делается на сухую. Если по каким-то причинам скольжение затруднено, ну, у вас там, скажем, руки шершавые или, скажем, очень сухие, и плохо скользит, можно добавить детский крем. Не масло, не тальк, не какие-то присыпки, исключительно детский крем, вот, который смазывает кожу ребенка раннего возраста. Не более того, только это. Итак, значит, непосредственно упражнение. Первое. Рука ребенка лежит на столе, или, если он маленький и не лежит, вы сделаете проще. Вы положите руку ребенка на вашу руку, на ладонь, да, и фиксируете. И что вы делаете? Вы, фиксируя запястье, поднимаете каждый пальчик малыша до максимального расстояния. Вверх. Каждый пальчик вверх. Ну, не надо только ломать, вот настолько, насколько поднимается. И опускаете вниз. Поднимаете вверх, и опускаете вниз. Да, значит, таких движений на каждый пальчик. Два, три. Ну, можно начать с одного, потом делать два, и на следующий день делать три раза. Каждый пальчик. По одному разу одну руку, по другой раз другую руку. Дальше. Значит, то же самое. Положили ладони ребенка на свою руку или на какую-то поверхность, но ладонью вверх. Вот так. Значит, и что вы делаете? Следующее. Вы сгибаете пальцы вовнутрь. Опять же, каждый пальчик до конца ладони. То есть он согнутый до конца. И потом выпрямляете до исходного положения. Точно так же. Начинайте с одного раза каждый пальчик. В следующий раз делаете два сгиба. В следующий раз делаете каждый пальчик по три сгиба. Все, больше не надо. И осуществляете движения эти на одной руке. Потом руки меняете. Значит, это как бы подготовительное упражнение собственно, к массажу, но они необходимы. Дальше. Значит, кисть ребенка лежит у вас на ладони и у вас осуществляется поглаживающее движение от кончиков пальцев до середины предплечья, чуть-чуть надавливая. Причем движение осуществляете надавливание от пальчиков к локтевому суставу более сильно, а потом плавно, аккуратно, чуть-чуть дотрагиваясь чисто поглаживающими движениями ведете руку обратно. До пяти раз такое движение осуществляете. От пальчиков к локтю идет с нажимом легким и от локтя к пальчикам идет совсем легкое движение, просто, ну, как бы вот как дуновение ветерка осуществляете это движение. Раз. Дальше. Движение ведете вот такое от пальца, ногтя к основанию пальца. Посмотрите. Чуть-чуть пощипываете. Сейчас я покажу на себе. Это будет более более понятно. Вот рука лежит и вот вы осуществляете вот такие, так видно, вот такие пощипывающие движения. Ну, настолько, столько раз, насколько пальчик у ребенка. Там два-три движения. От ногтя, пальчик, можете чуть-чуть погладить опять от ногтя до начала пальчика. Каждый палец где-то по одному разу вы такое движение осуществляете. Значит, дальше идет растирание. Берете каждый пальчик и растираете тоже от ногтя до основания пальца. Вот. Лучше работать и вам средним пальцем. Вот осуществляйте вот такие движения. Ну, насколько ваша фаланга поместится на пальце ребенка. Ну, может быть, два-три круговых движения у вас получится. Значит, следующее движение, которое вы осуществляете, это растирание ладони от запястья к пальцам. Круговые движения идете по ладони и каждый пальчик осуществляете вот такими движениями. Вот. Осуществляете растирание круговыми движениями и переходите на каждый пальчик чуть-чуть надавливая. Тоже такие движения делайте несколько раз до пяти раз. Значит, и впоследствии вы заканчиваете массаж, повторяя первое движение, то есть поглаживание, напоминаю, да, поглаживание пальцев от ногтевой фаланги до запястья и обратно. Поглаживание осуществляете как с тыльной, так и с наружной стороны ведете. Этим вы заканчиваете массаж. Вот такие упражнения, такие массажные движения вы должны осуществлять, занимаясь с ребенком и поверьте, что очень быстро вы почувствуете, как руки ребенка стали работать по-другому и те моменты, которые, собственно говоря, у ребенка и отставали, особенно речь, внимание, его усидчивость, она будет вот чувствовать гораздо лучше, вы почувствуете результат, но заниматься ребенком надо с раннего возраста, неважно все ли у него в порядке или есть какие-то моменты отставания, с любым ребенком вы должны заниматься и уделять ему максимальное количество времени. На этом мы с вами прощаемся, задавайте вопросы, обращайтесь, спрашивайте, какие темы вас интересуют, мы этому посвятим наши семинары. А сегодня я с вами прощаюсь, всего доброго, берегите себя.